Сейчас подключить третий звонок. Ваня, все как полагается. Сначала я скажу что-то. Потом третий звонок, предупреждение по телефону скажет наш Арсений. Спасибо, что вы нашли время. Пришли к нам сегодня. Микрофон до включен, Ваня? Нет. Ключи его вот так, да. Пришли к нам сегодня на генеральную репетицию. У нас ведь так же сыроват немножко. Может, что-то актеры и забудут. Еще два дня до премьеры, но ночь и день, и еще ночь. Будем ночью репетировать, наверное. Если что-то не получится, а может, и не будем. Но я думаю, что они соберутся, сейчас все сделают. Проходите, пожалуйста, присаживайтесь. Вот, значит, я вам должен рассказать просто два слова про то, как рождался и родился этот спектакль. Здесь, в ритмом зале, много людей, которые имеют отношение непосредственное к этому спектаклю, к этой пьесе. Потому что где-то год назад я дал задание своим студентам в театральном институте, чтобы они написали пьесу на тему Хабибуллинг едет из Владивостока в Калининград, в Зору и в Неза. Хотел сделать такое путешествие. Ну, наверное, не первый раз все это делается. И Чичиков ездил по России, и много кто ездил по России. И в каждом городе где-то какие-то приключения, какие-то незадачные татаринам происходят, которые едут к своей любви на другой конец света, на другой край страны нашей. Студенты написали много-много пьес. Ялов выбрал несколько. Из них сложил пьесу все. И себя еще присобачил, естественно. Вообще, я тоже уральский доматур. Значит, Оксана Бродовикова, она здесь? Нет, тут. Игнорирует. Илья Керцик здесь? Он здесь. Будет твое пьесу. Роман Кемшаков тут? Нет, тут. Игнорирует. Светлана Гурова игнорирует. Дарья Уткина? Нет, тут. Ангиза Ижбулдина в Уфе. Уткина в Перми. Денис Ветлушкий? Тут сидит, да. Юлия Новгородцева? Пришла. Семен Вяткин? Тут. И тут Екатерина Тимофеева? Тут сидит. Екатерина Гродникова? Не пришла на работе. Артем Головнин? Не пришел. Николай Калина? Тут стоит перед вами. Повторяю часа первое действие, 50 минут второе действие. Приключение Хабибулина. Как он едет, куда он едет. Но это сумасшедший мир, который окружает его, собственно говоря, в России. Надо сказать, пока у нас только что был прогон, актеры подустали немножко, но ничего, сейчас соберутся. У нас была вчера премьера спектакля «Дурак и дурнушка». Это две моих маленькие пьесы, театр и «Массакра». Эти спектакли поставил Саша Вахов. Сейчас репетирует Саша Сисоев. Спектакль по моей пьесе «Затмение». Скоро будет премьера. Ну, 14-го числа, послезавтра будет премьера Хабибулина. И я, конечно, вчера вот сел и начал думать, как хорошо взял Вахов пьесу «Коледы», неплохого драматурга, надо сказать, и ставит, понимаешь, самыми лучшими артистами, можно сказать, с Ягодином и Плесняевой. Ну, и Сисоеву тоже повезло. У меня тоже хорошие артисты, но, понимаете, тексты иногда несовершенные. Их надо было поддерживать картинкой, музыкой всякой разной, танцами и прочим-прочим. Что-то исправлять, переписывать. Так что вы, сидящие на репетентном зале драматурги, не удивляйтесь, не узнаете свою пьесу, а только мотив какой-то. Ну, что делать, товарищи? Я, как отец родной, должен вот помогать им, чтобы они потом везде говорили, писали в резюме, моя пьеса идет в Кавида театре. Ваня, давай третий звонок, предупреждение, все как в хорошем театре. И начнем спектакль. Да, я буду смотреть в последнее время. Спасибо.